здравствуйте всем меня зовут людмила я мама прекрасной доченьки варвары хочу оставить свой видео отзыв благодарность доктору давиду и всему центру бр давид стараюсь кратко рассказать о том что у нас случилось 27 июля 2021 года поздный вечер воскресенье у доченьки внезапно очень стремительно поднялась высокая температура настолько стремительно что я даже не успела добежать до аптечки взять градусник замерить эту температуру либо предпримить какие-то там другие меры к сожалению у доченьки сразу случились судороги это было очень страшно ужасно и не передать вообще насколько это было просто не знаю потрясно мы с мужем буквально спасали ребенка вызывали скорую пока приехала скорая помощь уже скажем так ребеночку стало немножечко легче по крайней мере жизни уже ничего не угрожала фельдшер поставил аналгин с димедролом ну естественно нас забрали в больницу дабы разобраться вообще что случилось что произошло потому что такого у нас не случалось и мы с мужем не могли понять то есть ребенок весь день себя очень хорошо вел активно кушала игралась общалась все хорошо ложиться спать и тут вот в общем в больнице нам сразу ставили капельницы потому что температура была очень высокая это было за 39 даже после укола аналгина с димедролом у доченьки было красное горлышко это из того что удалось потому что она была без сознания она так в себя и не пришла после нескольких капельниц температура падала но все равно я ночью ставила свечи утром снова был укол зимедролом потому что все равно температура была оставалась еще высокая то есть там 38 и 4 38 и 8 то есть ребенок продолжал гореть вечером снова была капельница ко всему прочему еще и был поднялся высокий ацетон ну это понятно на высокую температуру такое где-то иногда случается уже на следующее утро во вторник я написала давиду о том что у нас случилось и что ребенок продолжает гореть уже вторые сутки буквально сразу пришел ответ поговорим чуть позже не переживай для меня вот вот эти вот слова не переживай уже были какое-то такое хотя бы маленькое утешение потому что было очень страшно мало того что уже случились судороги ребенку которому ну мамы меня поймут категорически нельзя судороги и и ребенок продолжает гореть и непонятно вообще что 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 у нас ну вот просто красное горло и что чуть позже мы связались с доктором давидом он сам меня набрал поговорил пообщался скажу что я была в ужасном состоянии и физическом и психологическом во-первых я сразу же в ту же ночь сама заболела у меня тоже поднялась температура у меня заложила горло к этому еще и стресс то есть я вообще слабо понимала что происходит куда я иду куда я смотрю и вообще мало что понимала я только знала что мне нужно спасать ребенка нужно разобраться что что вообще происходит после первого общения после первого сеанса сразу скажу такое было впечатление что я как будто вышла из какой-то не знаю пропасти и я начала видеть вообще видеть в принципе небо мир людей и немножко адекватно оценивать ситуацию у меня уже не были вот такие бешеные перепуганные глаза то есть я понимала что все сам я начала понимать что все самое страшное позади и что все нормально все хорошо уже на следующее утро на следующий день мы еще раз давидом связались поговорили пообщались я сказала что еще немножко сохраняется ацетон но температура у нас больше чем 37 и 7 не поднималась это был праздник для меня это было такое счастье позже у ребенка была диагностирована пневмония но это было позже вот уже после второго сеанса могу сказать через два часа я почувствовала какую-то бодрость какой-то прилив сил какое-то спокойствие и радость это прям было такой волной я даже не могу передать эти ощущения но с этой минуты мы начали очень интенсивно выздоравливать то есть мне как бы у меня начался процесс выздоровления сразу же то есть все эти страшные ужасы начали уходить от меня страшные мысли моя ломота головные боли все это ушло следующие два дня мы с дочкой практически все время спали там немножко покушаем попьем и спали я только успевала и мальчики менять то есть ребенок начал интенсивно выздоравливать она перестала постоянно висеть у меня на руках она перестала плакать самое главное она уже не горела и у нас не было этого высокого ацетона еще вот это уже два дня потом уже она стала вставать она стала играть она начала кушать у нее уже был такой хороший просто мокрый кашель в понедельник то есть уже получается это прошла как бы неделя вот того что случилось доктор послушала доченьку сказала что дыхание чистое легкие чистые у вас остался только ну кашель то есть но это понятно то есть должно пройти время чтобы все это прошло нас на с нами на связи все время была также доктор рима доктор аркадия где огромная благодарность просто всему центру за консультации за рекомендации просто за поддержку за успокоение что все правильно что лечение ведется правильно что мы все сделали правильно я не могу даже выразить слова благодарности доктору давиду за наше спасение за оказанную помощь и мне и доченьке скажу честно я находилась в ужасном стрессе просто в ужасном стрессе то есть я и я понимала что я нахожусь но я не могу ничего сделать потому что у меня уже такой стресс был после родов я из этого состояния выходила более трех лет я мужу говорила я не хочу опять я я я боюсь потому что это ужасное состояние это не дай бог поэтому низкий поклон благодарность доктору давиду всему центру просто я не знаю это неописуемая необъяснимая помощь это это невозможно передать просто словами эмоциями нам намного лучше у нас все хорошо мы уже практически полностью здоровы и низкий вам поклон и благодарность за все спасибо а